В эфире программа Радар Спорт. 25 минут все о спорте, его герою о здоровом образе жизни. Здравствуйте! Уважаемые друзья, как всегда у нас есть о чем вам рассказать. В предыдущей программе я рассказал о проходящем чемпионате Эпиренса Европы по ушу в Московском дворце этого китайского боевого искусства. В итоге воспитанники Дю США 18 школы «Золотой дракон» завоевали 12 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Лидер нашей сборной чемпион мира, заслуженный мастер спорта, обладатель национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «Лучший спортсмен года» Владимир Максимов выиграл 4 первых и одно второе место. Алина Федорова, тренер Дю США 18, первое и третье место. У Анны Шатайевой, ученицы гимназии номер 3, три первых и одно второе место. Зарикто Байертуев, ученик 27 лицея, завоевал два первых места. Даяна Дармаева, третья гимназия, первое и третье места. Никита Васильев, ученик школы 57, стал серебряным призером. Анна Леонова, седьмая школа. И Татьяна Багаева, ученица 59 гимназии, завоевали по одной серебряной и бронзовой награде. Алина Чекдурова и Даяна Дармаева, ученицы третьей гимназии, завоевали первое место в парной работе. Шаги от пьедестала почета остановились. Анна Кучерявенко, 46-я школа, Виктория Суборова, 32-я школа. Они заняли четвертые места. Победители и призеры, воспитанники президента Федерации Ушу Республики, заслуженного тренера России Игоря Марковца и мастеров спорта международного класса Анастасии Ворошниной и Светланы Фомицкой. Ну а в предстоящую пятницу, 27 мая, состоится турнир «Память», посвященный победе в Великой Отечественной войне. Соревнования будут особенными, так как проходят дни празднования 25-летия школы «Золотой дракон» и работы ее основателя Игоря Марковца и пятилетия для США номер 18. Начало соревнований в 9 утра, торжественное открытие в 14 часов. Наш земляк, мастер спорта Сергей Любимский, стал чемпионом Европы по гиревому спорту в польском городе Гдыня. В весовой категории до 78 килограммов, в толчке по длинному циклу, Сергей выполнил 74 подъема, 32-килограммовых гирь за 10 минут и не только стал чемпионом, но и выполнил норматив мастера спорта международного класса. С чем мы поздравляем нашего атлета, его тренера Игоря Блохина и Федерацию гиревого спорта Республики. Сергей Любимский, уроженец Яравнинского района, опытный спортсмен. В 2012 году уже становился чемпионом Европы и мира только по юниорам, весовой категории 95 килограммов, а в 2013 году установил рекорд России в рыбке, выполнив 152 подъема. И вот новый успех нашего земляка уже во взрослом разряде. Два первых, одно третье место, таков результат выступления наших пулевиков с нарушением слуха на чемпионате России. Цепелманом Дакова и Анатолий Гайсков завоевали золотые медали, Александр Черных стал бронзовым призером. В чемпионате России по стрельбе с пневматического оружия приняло участие 78 спортсменов из 17 регионов. По итогам соревнований все трое включены в состав сборной страны и с 17 по 16 сентября в Казани выступят в чемпионате мира. В минувшие выходные в КСК «Дружба» состоялся пятый традиционный открытый всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Боец Востока-2016». Соревнования, как и положено, начались в красочной церемонии открытия. После построения команд на татами и культурной программы бессменный ведущий турнир Андрей Соболь к микрофону приглашает почетных гостей. Командиры отряда мобильного особого назначения Ивана Ванчугова, депутата Народного хурала Батара Цибикова, помощника командующего 36-й армии по физической подготовке Алексея Борсукова и президента Федерации армейского рукопашного боя Республики Виталия Линейцева. Армейский рукопашный бой включает в себя все виды боевых искусств, взятые оттуда самые лучшие. И нам приятно то, что в этой строю стоят бойцы семи видов боевых искусств. Армейский бой, он всегда включает в себя все элементы лучших бойцовских качеств мира. Мне приятно, что сегодня у нас на турнире состав сильный 17 мастеров спорта Российской Федерации, 30 кандидатов мастера спорта. Остальные готовы дать бой этим именитым спортсменам на татане. Ну и желаю вам успехов, чем славится армейский рукопашный бой, что здесь нет отдыха, нет слова наставника, здесь как в реальной жизни. И как в старину говорили вам, напустили на путь, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Бурятия, и турнир объявляется открытым. В Улан-Удэ собрались сильнейшие рукопашники Сибири, чтобы определить победителя. Бойца Востока-2016. До финала добрались самые достойные. В возрастной группе 14-15 лет победителями в порядке весовых категорий стали. До 40 килограммов серебряный призер Республики Татарстан-2013. Чемпион международного турнира «Боец Востока-2014» Константин Линейцев. В 45 килограммов победителем стал Василий Олейник. До 50 – чемпион России 2015 года Баир Эрденеев. Он же был лучшим в возрастной группе 16-17 лет в категории 55 килограммов. В 14-15 лет в 55 килограммов серебряный призер чемпионата Европы по панкратиону, чемпион Забайкальского края по ММА, кандидат в мастера спорта по панкратиону Эльдар Долозин Забайкальский край. В возрастной группе 16-17 лет лучшими были. До 65 килограммов чемпион всероссийского турнира по комплексам единоборствам, чемпион Европы по универсальному бою Василий Клюев Иркутск. И в категории свыше 65 килограммов победил Иван Бурко. В единственном женском бою между Викторией Овчинниковой Забайкальский край и нашей серебряным призером Сибирского федерального округа чемпионка Иркутской области ПОКУ до Валентины Рыжковой перенстала бурятская спортсменка. В мужском разряде бойцами Востока стали. В весовой категории до 60 килограммов серебряный призер России по панкратиону мастер спорта Алексей Ким Иркутск. До 65 в противостоянии двух бурятских бойцов боевого самбиста победителя Азии этапа Кубка мира мастера спорта Виктора Дулмаева и чемпиона России по армейскому рукопашному бою мастера спорта ПОКУДО армейки Владимира Симонова удача улыбнулась Симонова и он стал четырехкратным победителем турнира. До 70 килограммов. Чемпион вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою мастер спорта Алексей Ранзаев. 11 отдельно десантно-штурмовая бригада. В категории 75 килограммов лучшим стал чемпион Сибирского федерального округа по рукопашному бою кандидат в мастера спорта ПОСАМБА Юрзаптуев в Бурятии. До 80 килограммов. Чемпион вооруженных сил России по армейке. 2015 года мастер спорта Зарикто Галсанов за Байкальский край. Категория 85 килограммов. За трехкратным чемпионом Дагестана по кикбоксингу Гасеном Алиевым ОМОН. И в самой тяжелой весовой категории свыше 85 килограммов победил чемпион Сибирского федерального округа ПОСАМБУ кандидат в мастера спорта Андрей Баранов. На параде закрытия все призеры получили медали, дипломы и денежные призы. А чемпионам вручались вот такие эксклюзивные кубки. Символ бойца Востока 2016. В награждении приняли участие депутат народного хорала Батар Цибиков, президент Федерации армейского рукопашного боя Республики Виталий Линейцев и командир отряда мобильного особого назначения Иван Ванчугов. Спецпризов были удостоены за высокое спортивное мастерство Константин Линейцев, Баир Ирденеев, Зарикто Галсанов, Иван Бурко. За волю к победе Владимир Симонов, Виктория Овчинникова. А лучшим судьей турнира был признан Жаргал Роднаев. Открытый всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Боец Востока-2016» ушел в историю, принеся кому-то победу, кому-то опыт. Ведь в спорте не бывает двух первых мест. Ну а зрители получили массу эмоций и впечатлений, увидев острые, динамичные и бескомпромиссные поединки. Уважаемые друзья, завершился турнир «Боец Востока-2016». Представляю вам президент Федерации армейского рукопашного боя Виталий Николаевич Линейцев. Виталий Николаевич, турнир ваш прошел, как всегда, на высоком организационном уровне. Интересные, красочные поединки. Как ваши впечатления? Мы стараемся, как армейский рукопашный бой, соответственно, армейская дисциплина и отношения. Нам прекрасно помогают силовые структуры, которые молодые ребята берут с них в пример. Так что марку мы держим. Виталий Николаевич, ну вот ребята вашей федерации сегодня, в принципе, хорошо выступили. Как вы отметите выступление? Ну, те, кто готовился, все они выступили прекрасно. Так что мы довольны от своей федерации. В общем итоге, прекрасно ребята выступили. Хорошие команды приехали. Забайкаль, Циркутская область, еще с других пределами. Так что победил сильнейший. Уважаемые друзья, депутат народного хурала, Батар Булатович Цибиков. Батар Булатович, ну вы постоянный гость вот этого турнира. Как вот вообще ваши впечатления? Турниры замечательные, очень сильные бойцы. Результаты очень серьезные. Это будущая элита, наша вооруженность, нашей страны. Поэтому я считаю, что турниру удался. Очень хороший турнир. В плане организации я бы хотел сказать славу благодарности Виталию Николаевичу, потому что уже на протяжении многих лет поддерживает этот вид спорта, продвигает этот вид спорта. Очень тренерский состав сильный, судейская сборная очень сильная. Поэтому, конечно, такие турниры надо поддерживать. Я думаю, что в следующие годы надо, чтобы органы государственной власти более внимательнее относились к этому турниру, потому что идет большая работа в плане патриотического воспитания нашей молодежи. Поэтому, конечно, надо, чтобы все участвовали в этом процессе. Уважаемые друзья, президент Федерации армейского рукопашного боя Виталий Николаевич Линейцев и депутат народного хурала Батар Булатович Цибиков. Я вас поздравлю с проведением турнира. И, пожалуйста, что для кого у вас будет? Хотелось бы спасибо сказать 11-й воздушно-десантной бригаде отряда ОМОН Кречет, Федерации полноконтактных единоборств, которые помогли в устройстве этого турнира ежегодного. Большое спасибо. Конечно, с одной стороны, печально, что мы здесь не видели никого из Министерства спорта, из Министерства молодежной политики. А здесь все-таки по этому виду спорта это генофон нашего народа, нашей страны. Это будущий щит нашей державы. В минувшее воскресенье в спортивном зале «Пипплспарк» завершился ежегодный детский баскетбольный фестиваль на призы мастера спорта России Ивана Савельева среди мальчиков и девочек 2006-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Агинска, Абакана, Иркутска, Красноярска, Шелихова, Каменска и шесть команд из Улан-Удэ. В трех возрастных группах победителями стали. В первой – мальчики 2006 года рождения. Тройка призеров выглядит так – Иркутск, Улан-Удэ, Абакан. Во второй – мальчики 2007-го, девочки 2006-го годов рождения. Выиграли Каминск и две уланденские команды мальчики и девочки. И в третьей группе 2007 года рождения лучшими были Красноярск, мальчики и две уланденские команды девочки 2007-го года и вторая команда мальчиков. На параде закрытия всем победителям и призерам были вручены медали, дипломы и ценные подарки. В этом же зале вечером состоялась финальная мужская игра чемпионата республики, где сошлись недавние финалисты турнира памяти Виктора Вампилова, Лара и People's Park. Турнир прошел по круговой системе, и до финала обе команды дошли без единого поражения. С первых минут встречи ларовцы взяли инициативу в свои руки и первую четверть закончили со счетом 19-7. Во второй четверти хозяева площадки так и не смогли переломить ход игры и сократить отставание. Уважаемые друзья, при счете 42-21 в пользу Лары команды ушли на большой перерыв. Евгений Сергеевич Загибалов, исполнительный директор Федерации баскетбола. Евгений Сергеевич, ну по сегодняшней финальной игре, я смотрю, ларовцы давят. Да, ничего не получается у People's Park, мимо и мимо, подборы проигрывают. Лара настроилась, и видимо, вот, не знаю, сейчас второй клуб. В парке какой-то, откуда не бросится. Все попали, все попали, да, а у этих наоборот. Вот сегодня, говоря о детском баскетболе, завершился фестиваль баскетбольный детский на призы мастера спорта Ивана Савельева. Смотрю, тоже много команд принимало участие, детишек много приехало. Да, турнир получился очень хороший. Спасибо Ивану за то, что он не забывает свою малую родину, помогает. Вот мы стритбол проводим три года уже среди мужских команд. Сейчас вот детский фестиваль, и он представительным получился команды Ачинска, Красноярска, Шелихов, Иркут, Абакан. Ну, то есть представительный, хороший фестиваль. Ну, Евгений Сергеевич, основные цели, задачи проведения вот этого фестиваля? Ну, дать возможность вот именно вот этим сделать первые шаги, потому что там мальчишки, там вот команда Красноярска, допустим, там, ну, такие еще маленькие совсем. Первые шаги, чтобы они... Турнир прошел хорошо, призы. Я еще раз поблагодарю Ивана Савельева и баскетбольный клуб Соколин, что они такие призы. Все остались довольны просто вот. Ну, хороший такой, эмоциональный у них настрой и на будущее, я думаю, полезный. Евгений Сергеевич, сейчас какие у нас после республики будут соревнования баскетбольные? Ну, теперь уже все, сезон заканчивается. Теперь осенью? Да, да, у нас сезон заканчивается, уходим на летние каникулы, осенью возобновляются все по нашему плану мероприятий. Уважаемые друзья, исполнительный директор Федерации баскетбола Евгений Сергеевич Загибалов. Евгений Сергеевич, я вас поздравлю с хорошим проведением и чемпионата, и детского фестиваля. И, пожалуйста, что у вас для кого будет? Благодарность, я уже сказал Ивану Савельеву за то, что он помогает все-таки нашим детям. Благодарность хочу выразить Сергею Александровичу Рогову за то, что вот этот зал спортивный он предоставляет. Уже на протяжении шести лет мы теперь проводим основные соревнования, основные все здесь, в этом зале. Ему огромное спасибо. Команда Лара довела игру до победы с разрывом в 12 очков, взяв реванш за недавнее поражение от People's Park'а на турнире Вампилова. Женский чемпионат еще продолжается, в нем принимает участие пять команд, две из которых из Кабанского района. Ну а лидирует без единого поражения студенческая команда БГУ. И еще о баскетболе. 31 мая два воспитанники бурятской школы баскетбола вылетают в Москву на первый сбор сборной России 2001 года рождения. Это самый рослый баскетболист республики Марат Цыбиков. В своем юном возрасте имеет внушительный рост – 2 метра 10 сантиметров. Он центровой и разыгрывающий Артем Банчиков. Ребята приглашены на УТС по персональному вызову, так же, как и их тренер Андрей Аканин. В минувшие выходные на Центральном стадионе прошли чемпионаты первенства республики по легкой атлетике, явившиеся отборочными на Сибирско-федеральном округ. На самых коротких дистанциях 100 и 200 метров первую миллению финиша пересекли. У взрослых Олег Казаков и Елена Кондакова, среди юношей Егор Павлов и Диана Ярова. 400 метров быстрее всех пробежали Ирина Торбаева и Евгений Расшивалов во взрослом возряде, и Антон Дученков, и Наталья Иванова, кстати, выигравшие 800-метровую дистанцию среди юношей. А у женщин сильнейшей здесь была Оксана Катыхова. У мужчин забег выиграл Николай Вербицкий, у юношей Павел Калашников. Полторы тысячи метров среди взрослых лучшими были Алексей Степанов, он же выиграл и 5000 метров, и Анна Федорова, у юношей Павел Калашников. Трешку у юношей выиграл Анатолий Карпов. В прыжках длиннее и тройным победу одержал Владислав Самокрутов, у женщин тройной выиграл Алена Мироманова, а длину Ольга Бочанова. Уважаемые друзья, заслуженный мастер спорта, экс-рекорд спенка мира, Надежда Константиновна Мироманова. Надежда Константиновна, ну, в разгаре у нас чемпионат республики, и буквально вот уже в субботу, в воскресенье пройдет уже очередной 20, уже третий турнир на ваши призы. Ну, я смотрю, судя по чемпионату республики, народу много, и на вашем турнире тоже должно быть. Я думаю, что должно быть много. Еще плюсы будут участники Сыркутска, Сангарска приедут, наши спортсмены, пользуясь лучшим, уважаемые граждане, любители легкой атлетики и вообще спортсмены, хочу пригласить вас на свой 23-й турнир, как Боря уже сказал, который пройдет 28-29 мая. Начало соревнований оба дня в 14.00. Ну, соберутся, как обычно, сильнейшие легкотлеты у нас с Иркутска приезжают обычно, с Читы приезжают, монголы также привозят свой состав. Да, сегодня вот на чемпионате республики принимают участие спортсмены из Монголии, и они остаются еще на неделю, чтобы еще выступить на нашем турнире. Ну, они тоже, у них спринтеры всегда так неплохие. У них хороший спринтер, так что борьба будет интересная. Я думаю, что приходите, не пожалеете. Уважаемые друзья, заслуженный мастер спорта Надежда Константиновна Мироманова, я напоминаю, в ближайшие субботу-воскресенье 28-29 мая состоится 23-й международный турнир по легкой атлетике, так что приходите, посмотрите, приедут сильнейшие спортсмены из Иркутска, Читы, Монголии, так что будет интересно. Думаю, да, будет интересно, и как бы заряд энергии получите, отдохнете вместе с нами и поболеете за лучшие результаты наших спортсменов, конечно. Уважаемые друзья, мы традиционно находимся в тренажерном зале физкультурно-спортивного комплекса. Представляю вам сегодня, ребят, новое течение, дирекция спортивных сооружений физкультурно-спортивного комплекса. Построй свое тело сам, проект, ребят, представьтесь. Да, меня зовут Ирланд Ситказинов, здравствуйте. Меня зовут Николаев Марк, всем привет. Меня зовут Дмитрий Шадрин. Расскажите вообще, в чем суть проекта вот этого вашего построить тело, откуда он вообще возник, взялся? Проект называется «Дело и тело», это реалити-блог на канале YouTube, что сейчас очень, скажем так, современно и модно, и люди смотрят в интернете. Наш проект, мы должны за три месяца вот с Марком Николаевым похудеть. Кто из нас добьется лучших результатов, получит годовой абонемент на все, что есть здесь в физкультурно-спортивном комплексе. Такая вот мотивация. А как вообще пришли вот к партнерству с дирекцией спортивных сооружений? Дирекция спортивных сооружений с удовольствием восприняли эту инициативу, они поддержали с удовольствием. Более того, у них такая же задумка была, была задумка у нас в студии Majestic, такой проект воплотить в Улан-Удэ реализовать. И как-то так взгляды сошлись, мы очень быстро подготовились, за две недели его запустили. Цель нашего проекта – мотивация молодых людей, и не только молодых, на спорт. Вот мы хотим своим примером показать, что результатов можно добиться за короткий период для меня. Ребят, ну вот сегодня вы тренировались в тренажерном зале. Вообще, как вам здесь вот обстановка, тренеры, тренажеры? Ну, надо сказать, что мы с Ирланом вообще люди не спортивные изначально. Грубо говоря, полтора месяца назад, если бы нам сказали, что вы можете пробежать час без передышки, там, на скорости 9 км в час, я бы не поверил этому человеку. Сейчас мы делаем это свободно, любой человек может это сделать. Ну и условия позволяют, потому что здесь целый комплекс, да, тренажеры на все группы мышц, бассейн есть лучший в городе практически, да. СПА-процедуры различные, здесь, в общем, есть все, чтобы находиться здесь и оздоравливаться. Дирекция спортивных сооружений, то есть, предоставляет вам полностью всю базу, а вы делаете свой проект и показываете. Да, пиар-студия Маджистик производит этот проект, снимает, а дирекция спортивных сооружений все предоставляет и оздоравливает нас, делает счастливыми. Вот, стройнее уже, скажем, занимаетесь. Полтора месяца занимаемся уже, у меня вот уже почти 6 килограммов минус, да. У Марка 8. У меня около 8 килограммов уже минус, да, я пока впереди, да. Лето скоро, пляжный сезон. Готовимся. Ну, я наблюдаю за ребятами, я видел, как им было сложно поначалу и как легко теперь, как они с радостью идут на тренировки. Ну, хотя не всегда с радостью, на самом деле, на самом деле, каждый день это борьба с собой, встать утром, прийти в зал, поэтому, как бы, каждый день нужно бороться с собой, идти в зал заниматься. Не все так красиво, как кажется, но оно того стоит, прямо результат налицо, на самом деле, вот так вот. И, конечно, очень классно, что дирекция спортивных сооружений поддержала этот проект, дала такую возможность заниматься, воплотить проект в жизнь, что мы можем показать, что, на самом деле, реально получить результат в короткие сроки и, главное, только захотеть. Всем привет! И снова с вами рубрика «Готовим быстро, вкусно, а главное, полезно». Сегодня я приготовлю очень легкий, вкусный, свежий, а самое главное, полезный салат с кальмарами. Для людей, которые следят за правильным питанием, это отличное блюдо в копилку белковых салатов, а в Мега Титане шикарный выбор морепродуктов, что порадует даже самого изысканного гурмана. Сегодня для салата мне понадобятся тушки кальмара, свежий огурец, зеленое яблоко, зелень. Для заправки я буду использовать низкокалорийную сметану. Сначала я порежу свежий огурец на небольшую соломку. Вот так огурчики я порезала, теперь мне нужно взять зеленое яблоко, очистить его от кожуры. Здесь я выбираю зеленое яблоко, потому что в этом салате мне нужна немножко кислинка. И также порежу яблоко на небольшую соломку. Яблоко отправляю в общую миску. Далее я порежу мелко репчатый лук. Сюда мне понадобится одна головка лука. Также добавляю это все к своим ингредиентам. И мне нужно теперь также порезать тушку кальмара тоже на небольшую соломку. Кальмары я уже заранее очистила, отварила. Здесь очень важно кальмар не переварить, чтобы он не был резиновым. То есть я довела водичку до кипения и прокипятила не более двух минут. Этого времени достаточно. Так, добавляю соломку резаный кальмар. И порежу яйцо на небольшие кубики. Сюда мне нужно использовать будет два яйца. Яйцо отправляю к остальным ингредиентам. Салат, в принципе, практически уже готов. Не осталось только заправить его низкокалорийной сметаной. Я добавлю две столовые ложечки. Сметану я использую только 10%. По вкусу посолю. Немного поперчу. И добавлю немного зелени. Теперь мне осталось все тщательно перемешать. И салат мой готов. Вот так я очень легко и быстро приготовила витаминный салат, который подойдет идеально для вашего ужина. В нем малое содержание углеводов и высокое содержание белка. Смотрите нашу рубрику. Приятного всем аппетита! Уважаемые друзья, это, как всегда, далеко не все, о чем я хотел рассказать сегодняшней нашей программе. Прощаюсь на неделю. И помните, гармония – это сочетание противоположностей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова